Всем громаднейший привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня я хочу вам показать несколько позиций, которые находятся у меня в корзине популярного китайского сайта ЗАП. Я снимала подобное видео, только товары, представленные в том видео, в том ролике были, из сайта Алиэкспресс. И когда я выгрузила видео на канал, было много комментариев по типу того, что зачем ты это представляешь, зачем ты рассказываешь о товаре, который есть на сайте, мы все можем с вами зайти и посмотреть. Но в то же время я получила много комментариев с благодарностью, что спасибо, что сделала наводку, спасибо, что рассказала, поделилась своим мнением и показала свои предпочтения. Ребят, могу сказать от себя, что недавно один китайский сайт написал мне с предложением о сотрудничестве. Они мне выделили определенную сумму денег и сказали, что я могу взять на эту сумму денег товар и выбрать позицию, и они мне пришлют. Я потратила столько времени на то, чтобы выбрать, что мне нравится. Не потому, что там был плохой ассортимент или еще что-то, просто большой разбег, очень много позиций и очень интересные позиции, более 20 тысяч. И знаете, и то, и то, и то хочется, и пока прористаешь это все, столько времени ушло, я могла бы просто посмотреть, допустим, видео другого блогера, который снял бы, да, вот такое, как я сейчас делаю. И это намного бы упростило. И вообще это, считайте, что это просто разговор по душам с подружкой, да, за чашечкой чая. Следующая вещь, о которой бы я хотела вам рассказать, является спортивный костюм белого цвета. Знаете, очень спорный верх, лифт такой а-ля от купальника, а-ля бюстгальтер, и шортики на куриске. Мне здесь безумно нравится сочетание красного и белого. Конечно же, не забываем о том, что модные лампасы, и они здесь представлены. Ходить в повседневной жизни по городу, да, наверное, я бы не стала в таком костюме. Но поехать куда-то на природу, поехать на море, мне кажется, будет смотреться очень круто. В принципе, если обыграть здесь какой-то джинсовой курточкой, либо жилеткой, то можно оставлять и такое сочетание. Костюм номер два просто роскошнейший, да, такой бохошик, во-первых, расцветка. Мне очень нравится вот такая вот природная, да, вот так ее можно назвать. Шикарный, крой топа, на запах. Следующее внимание нужно здесь уделить рукавам, расклешенные, валанами. Шорты, как я понимаю, на высокой посадке здесь представлены, но они идут тоже расклешенные. И знаете, в принципе, издалека этот костюм может казаться ромпером. Ну, конечно, когда вы увидите его вблизи, то вот эта полоска, которая разделяет две детали одежды, будет очень контрастно выглядеть. Третий костюм очень похож на второй, особенно цветовая гамма здесь сочетается, очень подобная предыдущему. Ну, а здесь разный крой, то есть вертись представлены таким вот лифом на завязке, полоской и шорты тоже объемные. Обратите внимание, что в этом сезоне очень модны костюмы, и главное, чтобы они были, вот видите, такие двоечка. Не троечка-то вообще будет сногсшибательная, но вот такая двойка немножко отдает пижамным стилям, но это уже более такая взрослая интерпретация. В четвертый костюм я влюбилась безоговорочно. Во-первых, это брюки, клеш, тоже на высокой посадке, полоску. Как мне нравится по сочетанию такой контрастной полоски, горчичной, белой, синей, а верх, боже мой, ребята, ну это просто... Я представляю, под какое безумно огромное количество обуви можно этот лук носить, да, и меняем только низ обувь, тут уже будет совсем по-другому смотреть, как он будет шикарно выглядеть этот костюм с ломенной сумкой. Можно его со шляпой, шляпа канате, шляпа с широкими полями. Опять-таки джинсовую кутку можно обыграть, если на низ айбуте, кроссовки белые какие-то массивные. Можно босоножки, можно саба, можно шлепанцы. Менять очки, или даже в зависимости уже от того, какая у вас будет оправа на очках, этот лук будет смотреться совершенно бесподобно. Потрясающе красивый топ. Можно, в принципе, обе эти вещи отделить, разъединить и носить их с другими вариантами одежды. Это тоже будет очень ультра круто. Тем, как мы перейдем к просмотру дальнейших позиций, скопившихся у меня в корзине сайта Zafo, я бы хотела рассказать вам о очень крутом кэшбэк-сервисе. Называется он SmartySale. Используя его, вы получаете громаднейшие ставки по кэшбэку в большинстве популярных интернет-магазинах. Чтобы вывести накопившуюся сумму денег, не нужно ждать какого-то денежного порога высокого. Минимальные ставки по выводу очень и очень низки. Можно мгновенно заказать выплату на мобильный счет. Можно заказать на банковскую карту. Сумма, которая выводится, перечисляется в той валюте, в которой вы совершали покупку. Для пользователей Mozilla, Opera, Chrome, Яндекс.Браузер доступно расширение. Пользователи, которые были довольны знакомству с данным сервисом, насчитывается более 1 миллиона человек. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание. Если вы хотите что-то купить, то зарегистрируйтесь. Переходите сразу же к данному сервису. Пользуйтесь им и экономьте ваши деньги. Ссылка на SmartySale внизу в инфобоксе в описании. Переходите, регистрируйтесь и совершайте покупки в удовольствие, не тратя баснословную сумму денег. Теперь пятая позиция, которая представлена в моей корзине. Это шикарный костюм, двойка, топ черного цвета с рюшами и очень симпатичные полосатые шорты. Мне в этих шортах нравится то, что они идут как с захлестом таким. Сзади такая часть, которая немножко налегает над бедром. Смотрятся они вместе идеально, но в то же время можно их, как я говорила, с предыдущими вариациями разъединить и носить по отдельности. Можно, допустим, эти шорты с белой базовой футболкой, а вот этот вот черный кроп-топ носить с какой-то черной воздушной юбкой. Это будет смотреться как платье. Ни для кого не будет новостью или каким-то открытием а-ля Америки, то, что желтый цвет в сезоне 2018 очень популярный. Поэтому, конечно же, я не могла пройти мимо вот такого симпатичного костюма двойки, лифт и шорты. Мне дико нравятся сочетания. Мне нравится вот этот бельевой стиль. Мне нравится комбинирование таких вот... Знаете, в то же время, если рассматривать так объективно, то вот такие вот лифы, это, конечно, более... Даже не то, что бельевая, это такая интимная часть. Но так как они представлены в нынешнее время, так как они обыгрываются в повседневности, импонируют. В зуме мне нравится вот такое вот сочетание, мне нравится переход такой в лифе, да, то, что местами есть вырезы и лямки у бюстгальтера широкие. Я представляю просто, как это шикарно будет смотреться в городской такой жизни, да. И я рисую в голове тысячу образов, которые можно просочетать с данным нарядом. Мой костюм немного переплетается со вторым. Здесь только другая расцветка. Если там была такая птичная, да, с птичками, то здесь цветы. Крупные такие цветы, тоже на пике популярности. Это стильно. И это очень и очень женственно. Если я не ошибаюсь, тканью этого костюма вискоза, то есть вы только представьте, какой он будет приятный к телу. Опять-таки, просочетая его с соломенными деталями, можно очень круто, выигрышно смотреться. Черно-белая полоска просто сходит меня с ума. И еще мне очень нравятся вот такие вот тоненькие-тоненькие бретельки в одежде. Такой, знаете, как топ-комбинация, но в то же время это не комбинация. Немножко тоже отдает такой вот, как это правильно сказать, пижамной тематикой, да, но это совершенно не пижама, не бельевой стиль, это такой костюм. И я бы сюда настойчиво рекомендовала накинуть сверху белый пиджак. Ну, может быть, не белый, а вот такой вот, какой тон данному костюму и какие-то белые грубые шлепанцы. Это просто было бы потрясающе круто. И, конечно же, здесь им нужно макияж правильно подобрать. Ну, я честно, вот, рука держится на пульте, чтобы не заказать себе этот костюм. Мне очень-очень нравится. Два пятая модель, это такой вот необычного кроя топ-футболка, да. Во-первых, он состоит из двух колор-блоков, бордового, бургундии и белого. Мне нравится, что одна часть короче, вторая длиннее. Не знаю, либо закажу этот топ, либо я сама смогу такое с какой-то своей футболки повторить. Но мне кажется, это очень стиль наносить. Можно как с юбками, как с брюками, как с джинсами. То есть, с чем удобно, с чем комфортно. И я думаю, что если подобрать еще помаду в цвет вот такого вот марсала, бургундии, то будет вообще шикарно. Вещь номер 10 такая простая. Это просто топ рюшами и брюки. В принципе, такую вещь можно самостоятельно пошить. Но мне нравится сама идея, насколько это красиво. Мне кажется, в таком комплекте нужно идти с букетом цветов. Почему-то именно пионы я рисую в голове, белые пионы. Кажется, это топ в принципе. Я бы могла даже носить как купальник какой-то, да, там с купальником сочетать. Брюки можно с другой, любой вещью тоже носить. И опять-таки, мне здесь не хватает пиджака. Возможно, что если я такой комплекс я куплю, либо пошью, я к нему буду подбирать еще и пиджак. Одиннадцатая футболочка. Это топ, который безумно в моем стиле. Это такой вот а-ля Пикассо. Кто знает, у меня есть бомбер такой. Это, если не ошибаюсь, Фрида, да, девушка изображенная на рисунке. Люблю, знаете, вот такие вот вещи, которые немножко перенимают картинную галерею на себя. Вот как эта вот футболочка. Шикарная. И вообще, ее можно носить со всеми вещами. Я бы ее надевала поверх какой-то платья комбинации, завязывала бы здесь какую-то гурьку или хвостик, повторяющий прическу героини на футболке. Кроссовки. Классная вещь. Это необъятного кроя рубашка, у которой просто безумные рукава. Опять-таки, полоска, которая просто прикипела в этом сезоне. Бело-голубая. Если бы эта вещь была сделана изо льна, 300% я бы ее уже заказала. Мне очень нравится то, что здесь спущены плечи. Я не знаю, какая вещь в гардеробе может быть более утонченной, более женственной, нежели какие-то рубашки, которые оголяют вот эту вот зону. Потрясающе красиво. Здесь представлен ремешок и пуговички такие неброские. Вот в целом эта картина, которая сейчас дает с этой рубашкой, его просто сражает на попа. Днадцатая вещь. Это бодик. Красного цвета. А какие рукава? Я не знаю, носила бы я его с какой-то юбкой такой вот цыганской. Обязательно бы. 300 опять-таки процентов я бы сделала в нем фотосессию на пляже. Я просто уже нарисовала себе воображение. Его можно как вечерний использовать. Его можно обыгрывать в стиле таком, вы знаете, сельский какой-то. Как сельский шик. Какой-то фотосессии на поле. Ну, очень красивая вещь. И цвет. Мне нравится то, что вот он не красный, такой ненасыщенный, а немножко красный жизненный какой-то, я бы сказала, живой такой. Тринадцатая позиция все еще лежит у меня в корзине. Но знаете, я к ней отношусь уже не с таким восторгом, воодушевлением, как было, когда я ее изначально увидела. Вот в этом есть плюс того, что я добавляю все в корзину, а не мгновенно совершаю покупки. Потому что я очень переменчивая. И мне сейчас нравится, через 2 секунды я на это уже смотреть не могу. Что меня привлекло в этой вещи? Во-первых, то, что здесь есть чокер. Конечно, чокер уже не модный, и вообще к чокерам такое двойственное отношение. Но здесь мне нравится он. Плюс кружева. Вот как раз кружева у меня вызывают сомнения. Изначально я на это повелась, а сейчас они меня немножко раздражают. Я понимаю, что топ идет так вот на шее, потом полоса, и здесь на груди как-то он концентрируется. Вот все то же самое, но я бы в черном цвете хотела, а вот в это и без кружева, чтобы было более такое спокойное. Потому что чокеры и эта полоса уже такие вот значимые детали в гардеробе. Но что-то в этой кофточке все-таки есть, поэтому, наверное, полежит она у меня еще в корзине, но ненадолго. Двенадцатая вещь, потрясающий костюм. Опять-таки полоска, опять-таки лифт и низ, юбка здесь, рюши, какие же они симпатичные на рукавах. Мне очень нравится этот нежно-нежно-голубой такой. Знаете, я когда видела трансфетку впервые, я вспомнила советские пододеяльники, матрасы, да, наверное, больше, правильно это будет сказать. Но вместе это сейчас, это такая трендовая вещь. Я, конечно, во многих магазинах уже наблюдаю, но нет, мне еще не приелось. И под белые кедики, либо под мои белые босоножки, кто подписан на меня в инстаграме, вы могли уже видеть, я в инстасторе показывала из нью-лук. Либо, кто давно меня смотрит, я осенью показывала покупки сайта, нет, покупки с секонд-хенда, и вот там показывала тебе босоножки. Такие ретро-стиле, будет очень круто мне смотреться. Кто любит бархат? Признавайтесь, я очень, поэтому, когда увидела этот костюм, то бархат, знаете, такой немножко гангстерский наряд. Ну, на вечерние какой-то прогулки с друзьями. И, конечно, в кафе я в таком бы не пошла, да. А ну, где-то там пройтись по улице, там, съездить за покупками. Да, я как раз бы такой вариант и рассмотрела. Красивый не черный цвет конкретно в данном костюме, а вот этот изумрудный. Я думаю, он будет переливаться потрясающе шикарно. Белые полоски немножко, что-то ассоциация с адидасом. Ну, конечно же, это не адидас, но вместе посмотрится классно. И, опять-таки, я хочу пошить себе бархатный купальник. И вот этот топ я буду использовать за основу. Помните, в прошлом году в модные тенденции Илья наворвалась клеточка виши? Но для меня она и сейчас еще по-прежнему актуальна, поэтому этот костюм я рассматриваю. Красивый очень блузон, очень красивые вырезы, рюши, шорты. У меня сейчас шортами вообще больная тема, я очень настойчиваю еще шорты своей мечты. Может быть, вот эти как раз и станут теми самыми моими долгожданными и заветными. Цветочная тематика очень устойчиво держится на пике популярности. И что хочу отметить, что именно на красном фоне разбросанные цветы, это очень-очень круто. Что в этом костюме мне нравится? Во-первых, вот эта вот комбинация из блуза, да, из топа и шорт. Можно их как-то выше одеть, это будет как платье цельное, можно чуть ниже, там, как ромпер. Можно вообще, там, спустя, это будет как шорты и футболочка смотреться, очень красиво. Плюс я видела, насколько здесь магазины заполнены такой тематикой. И цены, которые хотят получить владельцы магазина за такую вещь, конечно, меня поразились. На сайте достаточно доступная цена для каждого человека, как по мне. Не забываем про желтый цвет. Здесь, конечно, еще нужно уделить внимание асимметрии на юбке. Очень красивое такое сочетание. Я, если честно, в восторге от этой вещи. Она немножко перекликается. Недавно я вам показывала, немного ранее, подобную желтый костюм. Но этот немножко другой, этот мне почему-то вызывает ассоциацию с Бейонс. Включительная двадцатая вещь. Я хочу показать вот такой вот костюм, футболка с лампасами, шорты с лампасами. На футболке лампасы немножко заходят за края. Безумно красивое сочетание белого с вот таким вот красно-синим. Я думаю, костюм повседневный, но в то же время в нем будет и удобно. И он будет смотреться не то что нарядно, он будет смотреться ухоженно, он будет смотреться культово, стильно. Очки, я бы всегда делала обязательно узкую оправу какую-то, кроссовки в стиле Баленсиаги. И какую-нибудь сумку, может быть, на талии, сумка-пояс, может быть, кашботи. Ребята, вот такие вот были позиции из моей корзины с сайта Zafal. Если вам такое видео понравилось, дайте мне об этом знать, потому что у меня еще могу много чего вам показать, с того, что мне нравится. Ставьте лайк, если вам понравилось, ставьте дизлайк, если вам не понравилось. Пишите, что конкретно не подошло вам, что не зашло, что не понравилось. Не забывайте подписываться на канал, подписывайтесь ко мне в Инстаграм, там я веду активную жизнь. И еще хотела сказать, ребята, не обижайтесь, если я отвечаю сразу на комментарии. Я обязательно это все сделаю, и просто, чтобы никого не обижать, я начинаю отвечать с самого низа. И каждому человеку что-то пишу, и иногда на это уходит несколько дней, чтобы дойти до комментариев, который пришел последним. Также хотела напомнить о кэшбэк-сервисе. Обязательно воспользуйтесь такой крутой возможностью. Не тратить деньги попусту. Спасибо, что смотрели до конца, мне это безумно приятно. Обнимаю, целую виртуально. Пока-пока!